Работа над повышением качества жизни в малых городах и селах – одна из важнейших задач в регионе. Для этого в Самарской области активно реализуется программа комплексное развитие сельских территорий, в рамках которой преображаются и населенные пункты Сергиевского района. Новые дороги строят и в Светлодольске. Будет построено более 7 километров. Прогнозный ввод объекта к началу сентября. На сегодняшний день, грубо говоря, уже более 50% физических работ уже выполнено. Приступили уже к асфальтированию. Проект муниципалитета, направленный на строительство уличной дорожной сети в Светлодольске, был одобрен Минсельхозом России. К осени все улицы и села должны обрести новое асфальтированное покрытие. Поэтому подрядчики трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Здесь предусмотрено новое строительство. Старая дорога разбирается, производится разработка грунта, то есть выкапывание корыта с последующей засыпкой уже песчаноподстилающего слоя, с поливым водой, с уплотнением. То есть полностью собирается дорожная одежда. Этот агрегат, он как раз и есть асфальтоукладчик, который производит уклад к асфальто-бетонной смеси при температуре 155 градусов. Работают у нас два катка. Один – это гладкие вальцы, другой – ГРВ каток. Начались и дорожные работы между Суходолом и Сургутом. Здесь расположено более 70 земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Ранее к ним были подведены инженерные сети, а сейчас здесь строят асфальтированные проезды. На сегодняшний день завозится инертный, это песок-щебень, проходится вертикальный срез растительного грунта и монтируются дренажные трубы. Ну вот пока вот тот перчатый материал, мероприятие, которое мы сейчас первую неделю начали выполнять. Участки для многодетных семей будут обеспечены транспортной инфраструктурой к концу текущего года. Финансирование работы осуществляется через Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».